Как ты слышишь, как он дышит, как он дышит, так и пишет. Правильно делай. Сейчас у нас, может быть, тоже правильно так делай. Ну, например, молодёжи стали давать заниматься всем. Сейчас ничего же не запрещают. Да делай, что хочешь. А зато потом из этих людей, которые занимались всем, они уже выбирают же, и они уже будут заниматься нормальными делами, так, как нужно. Вот у меня идея такая появилась, или у кого-то, то, чтобы эту выставку сделать постоянной такой, чтобы работу не снимать, а просто дополнять. О какой выставке, говорит Александр Бусыгин? Ах, об этой. Выставке молодых художников-татарий. Ну, знаете, разрешили выставляться всем, кто хочет, что хочет, без всяких выставкомов? Группа художников. Многофигурная композиция «Одобрян». Трутнив. Реквием. Бусыгин. Девять родинок. Ты слегка ошеломляет и интересно. Многое спорно, многое отталкивает, но кое-что есть привлекательное. Самое главное, по-моему, то, что здесь открыли стену, открыли музей для молодежи, ее поисков, ее каких-то попыток самовыражения, но мне лично многое здесь не нравится. Ну, в общем, понятно, потому что очередной возраст сказывается. Шустер, первый посетитель. Ну, по-моему, у всех однозначное восприятие, я уже слышала, от тех, кто здесь был, что, в общем-то, это насмешка не над Брежневым, ведь он над нами. Поклонялись, поклонялись, теперь улыбаемся. Акимов, эскалатор. Сейчас свойственно люди в масках. Давно пора снять маски эти, видеть всю сущность. Движения не замечаем часто друг друга. Свиньи, эхо прошлого, реабилитация. Дорофеев. Центральная часть Трифтиха, террор. Надгробные столбики на фоне безымянных фотографий. Если не ясно оно в среднему, допустим, человеку, значит, это не наше искусство, не хорошее. Поэтому сама терминология в искусстве сегодня должна быть пересмотрена. То, что делается искренне, от сердца, то это и есть самый настоящий социализм. Есть вот такие вот словечки, которые были в руках многих руководителей, руководителей, как нот, задерживая, значит, прохождение такого нового, свежего. Поэтому эта выставка, в общем-то, это очень серьезно. Еще записи из книги отзывов. Наконец-то вместо лопат и передовых доярок что-то интересное. Есть работы спорные, но интересные. Пожелания. Так их. Смели и хлеще. Пусть не думают, что человеком быть просто. Вакханалия абсурда. Непривычно. Трудно понять. Но надо. Это мир глазами нового поколения. Что-то вторичное, что-то ненужное уйдет в реку забвения, но что-то останется. Кто-то шагнет дальше. И сохранятся эти кадры как примета нашего времени, когда мы заново учились говорить слух. Кто-то пишет, что он слышит. Каждый слышит, как он пишет.